Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях художественный руководитель Театра оперы и балета Сергей Киев. Сергей Яковлевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Яковлевич, мы с вами встречаемся накануне одного из важнейших мероприятий культурной жизни столицы республики. Это оперный фестиваль имени Максима Михайлова. Расскажите нам, что ждет чебоксарского зрителя, начиная с 17 ноября? Во-первых, я хочу поздравить чебоксарского зрителя с тем, что этот фестиваль здесь есть. И этот фестиваль на протяжении многих лет развивается, совершенствуется. Поскольку, будем говорить честно, не каждый город может похвастаться своим фестивалем. А у нас в городе таких фестивалей несколько. В этом году у нас достаточно развернутая программа на фестивале. Мы показываем три оперы и показываем две концертные программы. Значит, из наименования «Открываться мы будем Евгением Онегиным». Это вот, что называется, самая наша классика, самый известный спектакль. И, будем говорить так, он программный даже в плане обучения спектакль. Не говоря о том, что Пушкин это наше все, и Чайковский. Второй день у нас пойдет любовный напиток «Деницетти». Легкий искрометный спектакль с хорошим юмором, с хорошей музыкой. В третий вечер – это у нас проект «Тенора XXI века». Четвертый вечер – спектакль «Регалетта». И закрываться мы будем традиционным гала-концертом. Ну и, конечно, самое главное, что, о чем можно сказать, на этом фестивале будет огромное количество приглашенных солистов. Наверное, сегодня мы имеем возможность еще к ним прикоснуться, еще их услышать, поскольку, будем говорить так, «Презренный металл» – это ведь не последняя причина, по которой иногда приходится себе в чем-то отказывать. Потом они нам будут недоступны. Вполне возможно. Вполне возможно. Давайте имена назовем, да? Значит, если мы говорим о спектакле «Евгений Онегин», значит, на партию Ленского приезжает Городецкий. Это сейчас молодая восходящая звезда, который принимал участие в проекте «Большая опера». Он является солистом белорусского ГАПТа, Большого театра Белоруссии. Молодой, перспективный, талантливый солист, который очень полюбится нашей публике, так же, как он полюбился уже всем, кто его знает по телепроектам или у него в театре. Значит, на партию Онегина будет приглашен, точнее, уже приглашен, приедет Михаил Журков, которого наша публика любит, и который, ну, скажем, вот по своей сути, по своей стати, это, конечно же, Онегин идеально подходит на эту роль. Он с удовольствием откликнулся, чтобы приехать и участвовать в нашем фестивале. И тут была такая мысль, что можно, конечно, приглашать и зарубежных гостей, но наши-то есть солисты, которые далеко не хуже, и их надо показывать, и наш зритель и должен знать. На партию Татьяны приедет солистка Ярославской филармонии Альбина Хребкова, которая тоже востребована в различных театрах страны. И, скажем так, тоже у нее возникло вот это окошечко, чтобы приехать к нам и порадовать своим искусством нашего зрителя. Сергей Яковлевич, ну вот очень интересный спектакль будет, да, не знаю, концерт, вот вы сказали, концертная программа «Тинора 21 века». Концертная программа «Тинора 21 века». Как он вписывается в программу оперного фестиваля? Как связано с оперой? Напрямую. Во-первых, это все оперные солисты, это все оперные голоса. Во-вторых, их программа называется «Посвящение Поворотте» одному из самых известных оперных теноров вот нашего времени, которого, к сожалению, уже с нами нет, мы его можем слышать только в записях, и огромное количество солистов посвящают ему, и свои выступления, композиторы посвящают те или иные произведения. И получается, что первое отделение звучат именно, ну, одни из самых исполняемых им арий из мирового оперного репертуара. А второе отделение, которое построено на неаполитанских песнях, оно построено таким образом, что часть этих неаполитанских песен исполнял с большим удовольствием сам Поворотте, а часть песен написана в его честь. И как бы все так или иначе связано с его именем. Ну, и можно сказать, что, кроме всего прочего, интересно, гости у нас будут на каждом спектакле, и на любовный напиток у нас приедет команда из московских театров, из театра Станиславского, из театра «Новая опера». На «Регалетто» приедут совершенно потрясающие солисты со всех концов и нашей страны, и СНГ, и, можно сказать, земного шара, потому что солист, которого наша публика знает, Александр Краснов, он не только является солистом Екатеринбургской оперы и Мариинки, он еще и сотрудничает с зарубежными театрами, и к нам он прилетает из Германии. У него фактически тоже получается маленький зазор между спектаклями. Он прилетает к нам, участвует в «Регалетто», потом в «Гала» и улетает дальше по контракту работать за границу. Сергей Яковлевич, ну вот на каждом фестивале есть своя традиция, да? Это премьеры. Премьеры. Фестивали открываются премьерами, либо показываются премьерами? Ну, это одна из традиций. Она, будем говорить, она не стопроцентная, потому что существуют разные форматы фестиваля, и, будем говорить, каждый наш спектакль, он в любом случае премьерный, именно благодаря тому, что разные солисты приезжают. А на «Регалетто» приезжает еще и дирижер приглашенный, это главный дирижер Белорусского Большого театра. Но есть и, будем говорить так, объективная еще одна причина, по которой мы не смогли в этом году сделать премьеру. И, чтобы понимали наши почитатели, наши слушатели, так была запланирована работа еще до моего прихода в театр, запланирована прошлой командой, предыдущей командой, что, во-первых, этот фестиваль подавался на грант, и там были вполне определенные наименования. За рамки этих наименований я не имел права выйти. Это грант, который я обязан был выполнить от первой до последней буквы. И второй момент, опять же, он финансовый, поскольку даже вот, когда я пришел, мы еще думали о том, что возможно ли, может быть, сделать какую-то премьеру, пусть небольшую, пусть существуют же не только масштабные полотна. Но, вот, не знаю, с одной стороны, к счастью, с другой стороны, это создало дополнительные сложности, но появился грант, о котором мы не знали, который, оказалось, театр выиграл. За два месяца театр должен был поставить балет Чаполина. А давайте говорить так, детский балет, он требует... вообще детский спектакль требует... Другой подговорочке, наверное. Даже больше вложений финансовых в декорации, в костюмы, нежели, может быть, даже спектакль для взрослого зрителя, потому что восприятие детей, оно более яркое, более красочное. И фактически мы были поставлены в такую ситуацию, когда мы именно с финансовой точки зрения мы не могли себе позволить выпустить премьеру оперную, и мы обязаны были выполнить обязательства перед федеральным центром. А условия гранта всегда таковы, что что-то дают нам, а что-то, уж будьте добры, сами придумывайте, как вы это сделаете. Чтобы в данном случае не было никаких спекуляций, я могу сказать, что пока что я выполняю те обязательства, которые даже брал не я, которые были за этот день. Ну, замечательно. А теперь давайте, уважаемым зрителям, напомним, пригласим их, что у них есть культурные обязательства посетить фестиваль международный оперный. Ну, я думаю, что это культурное обязательство, конечно, прежде всего перед собой, наверное, перед своими детьми, которых они возьмут к нам на фестиваль. Я приглашаю всех наших зрителей на наш фестиваль, который пройдет в пять дней. Фестиваль, который будет полон ярких красок, ярких эмоций. И мы ждем в театре вас на каждом фестивальном вечере. Хотим вас на всякий случай поторопить и предупредить, что билеты раскупаются, билеты заканчиваются. Понятно, что в первую очередь уходят, конечно, те билеты, где поинтереснее места, или, может быть, есть категория билетов, которые чуть подешевле. Но, опять же, соотношение места и цена. Поэтому, конечно, нашим зрителям, наверное, стоит поторопиться. Ну и, конечно, не имея права об этом не сказать, что на нашем галоконцерте будет аж девять приглашенных солистов. Вот в данном случае действительно из всех концов земного шара. Из Канады, из Румынии, из Китая, из России. И, конечно же, из России в первую очередь. Спасибо большое, Сергей Яковлевич. А я напомню, что 17 ноября в Чпоксарах откроется 27-й международный оперный фестиваль имени Максима Михайлова. Встретимся на фестивале. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова